Привет! Это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам, как помочь морской свинке адаптироваться в новом доме. Совсем недавно у вас в доме появилась очаровательная морская свинка и теперь вы переживаете за то, как она адаптируется в новом для нее месте. Не волнуйтесь, вы можете помочь своему новому питомцу. Специально для вас мы подготовили советы, которые помогут адаптироваться морской свинке в новом доме. Совет номер один. Обеспечьте животному спокойную атмосферу. Постарайтесь максимально снизить уровень стресса у морской свинки. Посадите нового питомца в заранее подготовленную просторную клетку. Обязательно положите в нее сено или поставьте специальный домик, чтобы морская свинка при желании могла спрятаться в него и наблюдать за новым местом из укрытия. Важно, чтобы клетка нового питомца стояла в тихом месте, защищенном от резких и громких звуков. Совет номер два. Заботьтесь о правильном рационе питомца с первых дней его жизни в доме. Следите за тем, чтобы у морской свинки всегда была свежая вода и еда. Специалисты советуют кормить этих грызунов два раза в день. Больше всего по вкусу морским свинкам придутся нарезанные яблоки, морковь и цветная капуста. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Совет номер три. Приучайте морскую свинку к себе постепенно. Слишком много внимания от хозяина в первые дни может доставить питомцу немало стресса. Пусть вначале морская свинка привыкнет к вашему голосу. Затем вы можете дать ей понюхать вашу руку. И только когда она не будет ее бояться, вы можете взять животное на руки. Совет номер четыре. Если у вас дома уже есть морская свинка, не спешите знакомить нового питомца со старым. Новая морская свинка сначала должна привыкнуть к вашему дому, а уже потом знакомиться с другими животными. Поэтому позаботьтесь об отдельной клетке для нее. И уже после того, как грызун привыкнет к вам и новому месту, знакомьте его с другой морской свинкой. Сначала поставьте клетки грызунов рядом, чтобы питомцы могли привыкнуть к присутствию друг друга. А потом откройте дверцы клеток так, чтобы свинки могли посещать владения друг друга, но при этом возвращаться на свою территорию. После того, как зверьки привыкнут и смогут хорошо друг друга переносить, вы можете поселить их вместе. Первые дни в новом доме часто оборачиваются для морских свинок серьезным стрессом. Однако в силах хозяев помочь им как можно легче пережить непростой адаптационный период. Следуйте перечисленным советам, и тогда ваша морская свинка привыкнет к новому дому максимально быстро. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!